Всем привет! Сегодня у меня понедельник, а это значит, что мы с вами посмотрим рынок криптовалют. В прошлом видео в комментариях я просила вас оставить в комментариях альткоины, которые вы сейчас торгуете, которые есть у вас в портфеле, либо интересуют вас для вложений в будущем. Я просмотрела практически все те альткоины, которые вы упоминали. На некоторое мне нужно время, чтобы подготовиться. Некоторые мы сегодня с вами посмотрим. И так как я буду смотреть только график, только технический анализ, поступим следующим образом. В комментариях под этим видео просто оставляйте хэштег с монетой, которую мы смотрели, и пишите новость, либо что нужно делать, чтобы следить за этой монетой, подписаться в твиттере, например, либо они запускают какой-нибудь прикольный лаунч, и это может повлиять на рост этой монеты. Будем с вами участвовать в монетах вместе. Начнем давайте с биткоина, с нашей главной монеты. Здесь у меня, конечно, здесь мне есть с вами с чем поделиться, потому что мы сначала посмотрим фьючерсы, а потом мы посмотрим биткоин на бирже Bybit, именно на которой я работаю. Когда я рассказываю про то, что возможно здесь какое-то падение, то есть я же ведь трейдер, я не инвестор, и сейчас очень сложно именно торговать биткоин. Конечно, все перевернулись и стали уже такими экспертами-инвесторами, но все же я всегда ищу какие-то монеты, если можно зашортить биткоин, но если я вижу, что он сейчас будет корректироваться, почему я не могу это сделать? Но каждый раз, когда я говорю про шорт, это вызывает какой-то ажиотаж хейта в мою сторону, поэтому принимайте решение сами, я просто что вижу, то и рассказываю вам в видео, потому что какие-то картинки я видела уже очень много раз, и рыночная неэффективность на любых рынках работает одинаково. Да, я не против того, чтобы шортить, например, на растущем рынке, если четко я вижу, что паттерн идет на шорт. У нас это фьючерсы на биткоин, фьючерсы на CMU, у нас сегодня был выходной, presidential day, завтра у нас обычный рабочий день, поэтому, возможно, завтра будет повышенная волатильность после долгих выходных. Здесь у нас зона поддержки и сопротивления, вы видите, она у меня на графике в районе 50 тысяч, и дальше я нанесла контртрендовую, но на данный момент это на самом деле не контртрендовая, а трендовая, просто я все называю контртрендовыми, обычно трендовые я рисую зеленые. И если смотреть на фьючерсы на CME, для того, чтобы увидеть паттерн, про который я сейчас буду рассказывать, я на самом деле уже говорила про него в Telegram, то нужно нам с вами желательно еще, возможно, где-то вот такое движение, чтобы уже точно показался паттерн, который я имею в виду, это восходящий флаг, и он очень часто отрабатывает на коррекции, конкретно вниз. Этот паттерн, вот видите, если мы еще раз сделаем какой-нибудь к 52, мы с вами сделаем еще один импульс вверх, и здесь как раз-таки будет остановка, либо с восходящим объемом, как вот в этой ситуации, либо наоборот, с какими-то фитилями, и дальше мы уходим вниз, снижаемся, тогда возможна отработка этого паттерна. Давайте посмотрим ниже, вот здесь гораздо лучше видно. Я знаю, что мы говорили с вами про то, что сейчас клин, а это все-таки больше похоже на клин, особенно если мы проведем вот такую трендовую, они отрабатывают вниз. Я в курсе, и то, что я вам про это рассказывала, и когда мы говорили про линк, в принципе, вы видите, чем закончилась ситуация. Мы были с вами здесь, когда я говорила про линк, а сейчас мы с вами уже вот здесь. Вернемся обратно к биткоину. Мы видим восходящий импульс, мы видим восходящий тренд, то есть восходящее движение. Что может быть? Может быть, это такой паттерн, который отрабатывает в шорт, на коррекцию, то есть это может быть вот такой паттерн, то есть мы сейчас еще раз поконсолидируемся. Здесь однозначно будет 50 на 50, и, возможно, рынок сам еще не определился, куда он хочет. То есть я пока не шорчу. То есть даже если это паттерн в шорт, я начинаю торговать от шорта только в точке, когда мы тестируем этот паттерн внизу. То есть если, например, мы назовем это восходящий флаг, неважно, как это называется, я еще не придумала название этому паттерну, если, например, мы видим вот такую ситуацию на графике, то я встаю в шорт, только от, стану в шорт только от 46. Ну, только если здесь не будет какого-то хорошего паттерна, и я увижу, что будет разворот. Но пока имейте это в виду. Нельзя это просто игнорировать. Но пока это да. У нас есть такой восходящий клин, который по правилам технического анализа, по книге Мерфи, он отрабатывает вниз, и он должен отработать вниз, но на самом деле в последнее время он отрабатывает вверх. Если же этот паттерн отрабатывает вверх, вполне вероятно, что первый импульс мы увидим с вами на 53 тысячи. Опять у меня здесь зона поддержки и сопротивления. Почему? Потому что я отметила здесь вам 51,52, и если такой сценарий у нас будет на бирже CME, то тогда просто мы увидим цену в районе 52,300. Значит, если этот восходящий клин, ну, он должен еще хотя бы чуть-чуть поработать, например, поработать здесь, это 4 часа time frame. Если мы здесь останавливаемся в районе 54, то нас ждет еще один импульс. То есть вот первый импульс был выход из канала, выход из коррекции, и далее идет второй импульс, после которого уже возможна коррекция. Почему? Помните, да, то есть такие клины сейчас обычно отрабатывают наверх, то есть они обычно отрабатывают в лонг, но будьте очень аккуратны. Почему будьте аккуратны? Потому что, например, эфир стал заворачиваться вниз, то есть он шел отлично, вот у нас был такой похожий паттерн, только чуть побольше, помасштабнее, а здесь почему-то стала цена выравниваться, и мы можем очень смело нарисовать, ну, по крайней мере, я нарисую поддержку и сопротивление, зону поддержки и сопротивления вот на этом графике. То есть, да, и также здесь необходимо построить контртрендовое, оно здесь просто необходимо, это уже не трендовое, это контртрендовое, поэтому красный даже можно перейти на час и эту контртрендовую провести. Я люблю, например, когда на графике все абсолютно идеально, мне не нравится, когда что-то абстракт, ну, где-то здесь, вот я такое не люблю, мне надо, чтобы всегда тени совпадали, и помните, я перехожу на линейные графики, если, например, мне что-то непонятно, либо я не могу определиться с правильной зоной, я тогда перехожу на линейные графики и рисую на линейном графике. Примерно вот такая картинка у нас на эфире. Да, все еще восходящее движение, учитывая это накопление, еще в прошлом видео я говорила, что потенциал наверх есть. Если биткоин, к примеру, отрабатывает этот паттерн, то есть восходящий клин он отрабатывает наверх, то у эфира тогда есть возможность еще одного импульса, еще одного импульса в районе. Я не удивлюсь, если они дотянут даже до 2-400. Если биткоин действительно отрабатывает этот паттерн наверх, а пока все идет к этому, если он отрабатывает наверх, я лично начну просто сбрасывать портфель. Почему? Потому что еще один импульс, и все-таки я жду то, что мы пойдем, дойдем, можем дойти до 60 где-то, вот до зоны 60, то есть до зоны второго импульса, 60 тысяч я имею в виду, и дальше уже уйти на коррекцию, потому что коррекция нужна. Все же не прочь подкупиться, правильно? Хотя сейчас очень много хайпа вокруг биткоина, и все заходят в биткоин уже. Я понимаю, что очень легко слышать, и, наверное, правдоподобно слышать в России, если вы живете в СНГ, про то, что скоро мы будем рассчитываться везде биткоином, что скоро там Тесла свои машины за биткоины будет продавать. Ну, то есть мы увидим, все идет к тому, сейчас все хайпятся на том, что мы увидим биткоин наравне с долларом. То есть мы будем выбирать, рассчитываться мы будем в долларах, либо рассчитываться мы будем в биткоинах. Но когда ты живешь в США и понимаешь, насколько здесь консерваторы и насколько здесь застрявшая элита, так все просто это получится, что хоп, и завтра мы будем рассчитываться биткоином, который сегодня стоит 40 тысяч, а послезавтра он уже стоит 60 тысяч. Мне представить это очень сложно, поэтому возможно это просто хайп. Если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то есть помните, да, я про лонговый вам сценарий рассказала, что все-таки может быть еще один импульс до зоны 60 тысяч и дальше уже идет коррекция, почему бы не подкупиться еще пониже. То есть коррекция, которую мы будем рассматривать как временную коррекцию и там уже искать точки входа в лонг. Почему я вам говорю про, например, про то, что все равно держите этот паттерн, который шортовый паттерн, я его показывала в канале, держите его в уме, потому что на дневном графике очень похоже пока, что это может быть вот так. И помните, я на такой траектории вхожу, вот моя точка входа. Чаще всего такой откат дается, конечно, и дальше уже можно идти на коррекцию, где-нибудь внизу здесь искать поддержку. Это уровни, где мы можем устанавливаться, это обычные уровни Fibonacci. По эфиру мы идем дальше, у него есть еще запас на один импульс. Ну, конечно, если биткоин прямо сейчас развернется на коррекцию, то если биткоин прямо сейчас развернется на коррекцию, то эфир тоже развернется на коррекцию. Ripple уровни я вам показывала еще в прошлом видео, пока у нас откат, ничего пока нет, после прошедшего видео ничего, ничего вам даже сказать интересного. Единственное, что обязательно здесь имеет место быть, это контртрендовое. То есть, и вы сейчас обратите, и вы сейчас заметите, что на очень многих монетах красиво стоит вот это контртрендовое. То есть, как будто все собирается снова идти в лонг. Дальше, линк. Линк. У линка еще есть потенциал. Есть потенциал для роста, потому что у нас было накопление здесь. Но, например, может быть, это только ребят на байбите, я не знаю, но меня вот такая тень очень сильно смущает, и она заставляет вас задуматься вообще, нужна эта монета или нет. Сейчас уже меня в ней нет. И теперь давайте пойдем по альткоинам. Первое, это BNB. Вообще, все возможности и средства для того, чтобы пампить BNB столько, сколько им нужно, именно биржа Binance, у них эти возможности есть. И если даже BNB по итогу будет стоить там заодно BNB 1000 долларов, я вообще не удивлюсь. Единственное, что сейчас я в эту монету не захожу, я бы не заходила. Вот уровни, где я вам писала, что нужно заходить. Это было по 27 и по 28. И эти уровни вам писала и рассказывала про то, что здесь идет торможение цены, то есть они ниже цену не опускают. Что происходит здесь? Я заметила вообще, в принципе, что ребята, когда я буду сейчас вам показывать альткоины, у меня один вопрос, вот я почитала в комментариях, посмотрела эти альткоины, у меня один вопрос, кто-нибудь вообще делает сам ресерч? Либо просто все уже слезят за монетами, которые уже пропампились, которые уже дали тысячу процентов, и тогда вы на них только обращаете внимание. Деньги зарабатываются не так. Деньги зарабатываются, когда вы видите какое-то очень долгое накопление, и вы входите в это накопление в надежде на то, что это даст иксы. То есть либо вы верите в эту монету, либо какие-то хорошие новости, это работает именно так. А не то, что монета дала тысячу процентов, и вы говорите, Катя, посмотри, пожалуйста, там, не знаю, ну, сейчас вы увидите аду, например, какую-то, зачем такие монеты, и они дали уже тысячу процентов, и вы хотите что забрать? Оставшиеся 50? Так не прикольно, так на альткоинах деньги не зарабатываются. Это шиткоины. Возможно, там кому-то кажется, что это за этим будущее. Лично мое субъективное мнение о том, что если уже прям делать это цифровой валютой, именно криптовалютой, валютой до платежа, ну, обязательно нужно подчистить альткоины, потому что половина из них просто ненужная пампица, абсолютно ничем не подкрепленная. Ну, хочется сказать плохое слово, но я думаю, что вы все поняли. Бемби, я не захожу и не советую, если я увижу какую-то точку входа интересную здесь, я буду писать про это в телеграм-канале, пока дневной таймфрейм. Ну да, здесь все растет. А где вы хотите зайти? Ну, можете зайти, например, ну, как бы, можете зайти по текущим ценам, просто вопрос, куда это все идет. А если это, например, скорректируется, перестраивайте себя и учитесь заходить на коррекциях. И тогда вы начнете зарабатывать. Когда вы просто куда-то что-то заходите, ну, вы как бы просто и улетаете так же быстро с рынка. По монетам. Это лайткоин, то есть я вам уже говорила, что мы сегодня посмотрим некоторые альткоины. Это лайткоин, и я для себя выставляла какие-то познавательные знаки вообще. Интересно это монеты, либо нет. Нет, я сразу скажу, что вот лайткоин вообще неинтересно. То есть лично для меня, потому что он уже начал пампиться с декабря 19-го. То есть вот у него был нормальный, точка перехай у него была нормальная 9-го декабря. От этой точки монета выросла уже на 229%. По сравнению с другими монетами это не так много. Я вам так скажу. На данный момент я не заходила в эту монету и не заходила бы и не советовала бы тоже заходить. Но, возможно, эта монета, скажите мне права я или нет в комментариях, возможно, эта монета будет расти вместе с догикоин. То есть если растет догикоин, то таким образом будет расти лайткоин. Потому что доджкоин, он построен на базе лайткоина, правильно? То есть это как бы одна и та же валюта. Если догикоин, либо доджкоин, как вы правильно это называете, если она будет пампиться, а я думаю, что она будет еще пампиться, и мы с вами обязательно ее добавим к себе в портфель, то, возможно, на этом же хайпе лайткоин будет пампиться тоже. Но на данный момент у него нет никакой интересной точки входа, то есть где. Я бы построила здесь зону поддержки и сопротивления. Вы, я думаю, уже заметили то, что они часто отрабатывают, и я их всегда ставлю на каких-то важных для меня зонах. Однозначно это будет зона 177-186, и вторую, более локальную, я поставлю зону 164-156. То есть вот и в этих же моментах я бы поставила себе алерты. Давайте поставим их вместе с вами. То есть вы ставите, спрашивали очень много, что это у меня за такие оранжевые партирные линии, это алерты. То есть я их всегда ставлю себе на графике. Если мне какие-то монеты интересны, я просто ставлю алерты, и дальше не смотрю в график. То есть я бы первый алерт поставила бы чуть выше зоны 178. Вот он первый алерт. И второй алерт я бы поставила во вторую зону поддержки. в район 166. То есть вот на данный момент это две интересные зоны. Помните, учитесь брать монеты на откатах, а не заходить по рынку. То есть это две области, которые мне интересны. Дальше. Давайте Dash посмотрим. У Dash есть зона сопротивления, уже четко обозначилась зона сопротивления. Видите, у меня тоже здесь познавательный знак, что я не брала бы эту монету сейчас, просто потому что я не вижу хорошую точку входа. Но вы помните, что если вы видите какие-то интересные новости или знаете что-то инсайдерское по поводу этой монеты, то пишите в комментариях с пометкой, с хэштегом Dash, либо другой альткоин. 200% еще только дала рост, поэтому потенциал на самом деле у этой монеты еще есть. Просто когда вот, и как в ситуации то же самое с лайткоином, мне вам сейчас просто сказать нечего. Вот что говорить, что говорить. Видите, у нас есть рост. Для того, чтобы я сказала, давайте добавим эту монету в портфель, либо давайте ее просто добавим. Сейчас новое приложение, смотрю, называется Uphold, там есть 50 криптовалют, мне посоветовали это приложение. И второе, я зарегистрировалась на Binance US, то есть там можно вкладываться вообще в абсолютно все монеты, но уже там как на акции, ты, то есть даешься в свой social security number, проходишь верификацию, и я сейчас на стадии верификации того, чтобы выводить на карту. То есть вообще возможность появилась выводить криптовалюту на карту, но естественно ее нужно будет декларировать. То есть понятное дело, но все равно это очень хорошо. Я сейчас уже, наверное, неделю где-то жду верификацию, пока они одобрят вывод на карту. Поэтому у меня скоро будет доступ к криптомонетам, и можно на альткоинах, я думаю, что еще сезон не закончился, можно будет на альткоинах подзаработать. Так вот, возвращаясь к Dash, я, например, как трейдер, я не могу вам сказать здесь, где хорошая точка входа, но хорошая откатная точка, это уровни FIBA на 192, 161 и 140. По мне, лично мое мнение, что вообще, в принципе, 264 доллара за Dash, это уже очень много, но американцы эту монету любят, потому что это считают альтернативой здесь кэш, то есть ее любят, хайпуют на этой монете, она еще может 200% дать, но заходить строго на откат. То есть если у нее здесь 100%, ну спокойно она может еще до 500 вырасти, то есть у нее есть такой потенциал, но заходим мы только тогда, когда есть ситуация, где заходить. Вот отличнейшая ситуация, это будут обычные уровни Fibonacci. Это биржа Polonex, потому что меня просили смотреть именно на этой бирже, а на Binance будут точно такие же точки входа. Давайте дальше. Neo. Neo, 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 Neo может еще порасти, то есть у Neo есть потенциал, если вы в эту монету верите, потому что она только вышла из диапазона, она еще там дала 87%, это абсолютно ни о чем для того, что происходит у нас сейчас. Видите, у меня здесь уже стоит лайк, что монету нужно брать, но брать ее только на откатах. Я бы поставила лимитку, если вы покупаете Neo, то есть если вы планируете вкладываться, я бы поставила Limit Buy на уровень 28, но если вам не принципиально этих пару центов, то я бы лучше ставила на 30, потому что в последнее время я обратила внимание, то что они заходят не в зону поддержки и ударяются, а чуть выше, как была недавно, например, ситуация с линком. Дальше. Это зоны, где важно поставить алерты, и сейчас мы это сделаем вместе с вами. Первый алерт у нас... Ой. Так, первый алерт будет у нас в зоне. Тридцать пять шестнадцать. Хорошо здесь смотрится. И второй алерт будет в районе тридцати. Так. Будет в районе тридцати одного. Это хороших два алерта. Если цена действительно сюда откатывается, я бы эту монету подобрала, потому что она сейчас только вышла из своего диапазона. То есть она может еще порасти. Если мы перейдем на недельный таймфрейм, у нее еще только первые вошли объемы, поэтому давайте покупать. Если, конечно, вы не купили где-то в этих областях, то было бы, что очень хорошо. Но можно эту монету еще подбирать. Если вы не хотите по лимиткам, а очень сильно хотите заходить по текущим, тогда здесь просто смотрите, ставьте контртрендовую. Я вам уже говорила, что контртрендовая, они хорошо сейчас очень как-то смотрятся на альткоинах. Берем эту контртрендовую и заходим по пробою. Хотя я вообще всегда за откат. То есть я никогда не захожу по текущему. Ну, по биткоину, конечно, могу зайти по текущему, но только без плеча и обычно как на споте. То есть вот ситуация с нео. Я бы эту монету брала, потому что эту монету, ведь у меня целых два здесь лайка, и эту монету сейчас пампит Илон Маск. Он обещает. Ну, конечно, ничего он там не откладывает. Я думаю, ребенку на взрослую жизнь, дочь коин, все нормально там у его ребенка. Как бы ему уже откладывать ничего не надо. Но я думаю, что эту монету еще попампит, потому что мы очень красиво стоим здесь по контртрендовой. Вернемся на 4 часа и поставим давайте вместе алерт. То есть вот она точка перехай, куда пошла. Мы уже сделали перехай, в принципе, предыдущего максимума. И можем увидеть вот такую ситуацию. Почему нет? Может быть, ну, слушайте, только 0,05 за монету. Можно еще ее пропампить до 10 долларов каких-нибудь. И мы можем увидеть вот такую ситуацию. Ребят, если видите такую ситуацию, полкотлета смело вкладываем. Это, конечно, шутка. Ну, по крайней мере, у меня на Вибуле можно вкладывать в эту монету, поэтому я в нее вкладываюсь. По чуть-чуть, по чуть-чуть я уже начала ее покупать. Дальше вы видите эту контртрендовую. Здесь был ложный пробой. То есть я считаю, что она хорошо смотрится именно так. А в районе 0,06 я бы поставила здесь оповещение. На самом деле, потом, как только будут срабатывать эти оповещения, я буду рассказывать про свои действия вообще в телеграм-канале. В своем, если вы не подписались, то обязательно, конечно, подписывайтесь. Ставим здесь алерты. Можем еще пропампиться, особенно если зайдем в этой точке без плеча. Только спот, без плеча. Никаких плечей на альткоинах вообще. Уберите эту идею. Мне страшно с плечами заходить сейчас, а вам должно быть втройне страшно. Поэтому у нас здесь где-то 0,0631 вход, если будет. Во-первых, мы можем вырасти до 0,08. Зафиксировать здесь часть. Здесь, возможно, будет небольшой откатик. И дальше можем либо вот такую сделать траекторию, либо про то, что я вам рассказывала. Можем в оптип пойти вообще вот так вот через поджатие. И тогда, конечно, прикольно прокатиться на этой монете. То есть вот ее я бы добавила в свой портфель. Запоминайте эту монету. Тем более она сейчас на откате. То есть мы можем на этом откате ее где-то подбирать. Дальше. Дальше Дот. Дот здесь уже есть два импульса. Первый импульс, второй импульс. В этом видео мы уже с вами не раз обсуждали, что монету после второго импульса я стараюсь вообще в принципе не брать. Либо брать ее только на откате. Поэтому ничего вам не могу посоветовать здесь. В принципе, потому что не хочу советоваться. Она стоит некрасиво. То есть уже слишком много мы прошли для этой монеты, для этого накопления. Не важно, что тут совсем маленькая история. Слишком было мелкое накопление для такого движения. И уже было два импульса. Поэтому самое время сейчас как раз таки уйти на коррекцию. Если мы смотрим дневной таймфрейм, то мы стоим уже несколько дней. Не можем пройти эту зону сопротивления. Поэтому прям хотите, если покупать, то на пробой ставьте где-то в районе 30.44. И вы какую-то часть все равно заберете. Потому что если он пробьет уже эту зону сопротивления, то скорее всего пойдет дальше. Но я лично эту монету не советовала. И то же самое с Иосом. Иос вышел наконец-таки из накопления. И у меня в одном из портфелей есть Иос. Ну такая маленькая часть. Совсем, что даже неинтересно вам рассказывать. А по поводу Иоса. Просто смотрите сейчас контртрендовую. И вот как раз таки на этой контртрендовой можно пробовать открывать позицию. Потому что если у вас, например, есть позиция внутри этого диапазона, и вы выйдете за контртрендовую, здесь очень будет безопасно. Потому что не такое большое расстояние. И Иос только вышел с диапазона. Хотя лично я тоже в эту монету вот сейчас я не вкладываюсь, не хочу вкладываться. Мне она не нравится. Я не вижу в ней потенциала. Я смотрю сейчас монеты нового порядка и старого порядка. Если все деньги как бы перетекают из старых монет в новые монеты, что сейчас торгуют? Сейчас уже торгуют. Суши торгуют. Там Линк очень стал волатильный. У него хорошая ликвидность. Все эти Иос, Нео, Лайткоин, как по мне. Ну, Лайткоин, я вам сказала, уже только за счет Доги, может быть, еще выстрелит. Но это же монеты, которые мы с вами там зарабатывали на них в семнадцатом году. Просто, скорее всего, кто-то из вас еще сидит там на самых хаях с семнадцатого года. Я вам посылаю большой привет, если вы реально высидели в этих монетах по три года. У меня низкий поклон. Я бы столько долго в просадке не сидела. То есть, и они там что-то чуть-чуть попампятся, и у вас есть возможность хотя бы выйти в безубыток. Поэтому вот, две точки входа. Мы уже здесь, понимаете, мы протестировали. Я бы вам точно сказала, что поставьте здесь лимитку на 4.13. Но мы уже протестировали эту зону. Поэтому, как бы, ждем тут максимум пробоя контртрендовой. Дальше, Эфир Классик. Эфир Классик не хочу покупать, не буду, потому что у них проблемы с компанией. И всегда монета, она еще и тогда была очень волатильная. То есть, она не просто там растет без откатов, дает нам зайти и растет. Дальше нет. Посмотрите абсолютно на какой график. У нее ужасный график как был, так и остался. И сейчас ей дали хоть чуть-чуть порасти. Поэтому не хочу смотреть Эфир Классик. Если у вас есть какой-то повод переубедить, то давайте. То же самое по Аде. Аду вообще не брать. Слишком и так уже много Ада выросла. Мы про нее говорили еще с 20-го года. 450 процентов, 500 процентов. Что вы еще от нее хотите? Монета, которая, в принципе, ну, кардана и ада. Как по мне, так это определенно шиткоин. Дальше. То же самое с Немом или Ксем. Это у меня Бинанс. То же самое. Я бы ее не покупала, но я вам скажу, что слышала, что в нее зашли очень хорошие объемы. Поэтому если вы в ней находитесь, то в ней пока и оставайтесь. Просто я лично не вижу хорошей точки входа. Я люблю такие нормальные точки входа, когда тестировали поддержку. То есть чтобы увидеть маркетмейкера, чтобы увидеть алгоритмы, я больше свою стратегию затачиваю под это. То есть под поиски каких-то рыночных неэффективностей. Поэтому если уже будет там в районе 0,29 какой-то серьезный откат, тогда уже здесь можно ее подбирать. Атом здесь неинтересно. Слишком, слишком выросло. То есть вот про это я вам говорила в начале видео. Вы сами делайте какие-то ресерчи. То есть смысл вообще зайти в монету, и чтобы она сделала иксы, когда она еще только в стадии накопления. А я как вижу, что все стадии накопления, они все происходили в январе года. То есть можно было там зайти. Сейчас это уже в последний вагон влетать. То есть нужно до сих пор искать те монеты, которые еще не пропампились. Ну к Туме здесь хорошо стоит контртрендовая. Она ей не так много дала импульс. И у нее хорошо здесь стоит контртрендовая. То есть следите за пробоем в районе 6.6. То есть вот здесь она еще может вырасти до 8. И Монеро. Присмотритесь к Монеро, потому что в нее стали тоже заходить очень сильные объемы. У меня стоит алерт по объему, по изменениям объема за 24 часа. Следите за ней, потому что объемы я пока просто нарисовала график, без точек входа, без всего. Просто наблюдайте, потому что какие-то аномальные объемы для этой монеты входят в рынок. Ну возможно просто кто-то ее обменивает, потому что вы знаете, что менять я имею в виду кто-то на бирже, она используется все-таки для оплаты в Даркнете очень много. Такой сегодня обзор. Если у вас есть что добавить по монетам именно по фундаментальному анализу, то пишите в комментариях с хэштегом той монеты, о которой вы описываете, чтобы было легче найти. Также я думаю, что уже в среду мы с вами встретимся на вебинаре, где будем обсуждать экономические показатели, экономический макроэкономический прогноз на 2021 год по биткоину и криптовалютам. Приходите те, кому это интересно, там не будет графиков, там будет чисто теория и фундаментальный анализ. Это тот, который вы всегда хотели. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Встречаемся в среду. Всем пока.